добрый день дорогие друзья доброе итальянское утро с новым годом поздравляем мы всю нашу аудиторию по крайней мере для начала поздравляем ту ее часть которая все-таки нашла в себе силы открыть глаза оторвать себя от кровати после бесконечной ночи и прийти к своим телеэкраном по крайней мере для того чтобы вместе с нами насладиться итальянским солнцем великолепным тоблокским снегом спортивные наши поздравления с новым годом если вы будете с нами если вы будете по-хорошему болеть всем этим если вы будете не только смотреть но и действовать после того как посмотрели вдохновились то все будет гораздо лучше чем до того по крайней мере сегодня гонки преследования гонки преследования по старом стиле можно так сказать то что когда-то предшествовало соревнованиям в ски атлоне теперь только с точностью до наоборот то есть вчера пробежали как бы квалификацию но с другой стороны и самостоятельную гонку коньковым ходом сегодня побегут классикой сегодня наконец-то для многих это действительно формулируется так наконец-то начинаются те лыжи которыми они были изначально и соответственно несколько классических забегов дают шансы тем кто в этом стиле себя чувствует несколько лучше отыграться подтянуться хотя в женских гонках с фаворитом все ну настолько ясно что здесь основная интрига все-таки по мнению большинства отсутствует хотя его старается сделать вид что все еще не решено и некоторые уже доходят до того что заявляют что она играет в поддавки слегка на некоторых гонках и что разрывы в ее пользу могли быть гораздо меньшими перед нею показали нам наталью непряеву первую из преследовательниц норвежки в генеральной классификации тур де ски 2019 2020 а вот и обладательница прошлогоднего титула которая пока идет вне подиума но совсем совсем там все рядом и вообще конкуренция начиная со второго места и далее конкуренция довольно острая по крайней мере в пределах шестерки сильнейших ну а вот и защитница своего звания чем ты вступаешь новый год в эту первую новогоднюю гонку я уверена что это будет трудная гонка мы в этих соревнованиях стартуем фактически синхронно ну и я понимаю прекрасно зная ее хорошо по тренировкам по спаррингам насколько трудно за ней держаться так или иначе это первая классическая гонка в этой многодневке и могут быть какие-то перемены ты вернулась в большой кубок мира в хорошей форме несмотря на пропущенные соревнования чего ты ждешь от себя но я даже лучше выступила на первых этапах чем я планировала но с другой стороны до этого я не гонялась на высоком международном уровне в этом сезоне и да пока я все-таки достаточно непредсказуемо я считаю я стараюсь не просто тянуть лямку не просто делать работу стараюсь взять энергию от болельщиков от всего того что происходит и делать это с радостью делать это с вдохновением предполагаю что это мне поможет что шоусберг хорошая горовосходительница это и пригодится в последний день она была гораздо слабее горовосходительницы чем венг и чем йоаук изначально но очень сильно подтянулась в этом упражнении и многочисленные горные сборы она переварила то есть она высоту в принципе среднегоре она держит неплохо а здесь можно считать да вполне среднегоре но другое дело это готовность фаворита номер один это фактор абсолютный согласитесь основную массу претенденток на призовые места составляют представительницы сборной норвегии это было ясно с самого начала потому что в принципе в общем-то это соревнование трех сборных на сегодняшний день но со шведской сборной что-то творится в шведской сборной много болезней и травм в российской сборной много ключевых гонщиц отсутствует связи с тем что становятся малыми в этом сезоне и в межсезонье ну а единственной претенденткой поэтому от российской команды остается наталья непряева распределяющая свои силы грамотно она мощная гонщица она более силовая такая гонщица более крупная чем исчезающий маленькая напоминающая знаменитую итальянку стефанию бельмондо терези йохаук то есть в принципе в принципе главная задача соперниц не допустить того чтобы тур дески стал внутренним делом сборной норвегии в принципе каполу и ульвангу крестным отцам этих соревнований а в первые годы согласитесь и соревнования с коммерческой точки зрения были весьма успешные то что призовые после этого снижались и то что они упали практически вдвое конечно это предпочитают часто не упоминать но от этого никуда не деться и нам очень хотелось бы чтобы этот турнир выжил при том что конечно есть конкуренция даже со стороны собственно гонок такого же формата потому что рождается совсем другого формата многодневка февральская ввиду отсутствия олимпиады чемпионата мира там времени и места предостаточно и там длинные по-настоящему длинные действительно такие около велосипедные сражения длинные дистанции в этот тур только сокращали и сокращали гонки вроде бы то есть не вроде бы от действительно с благими намерениями для того чтобы обострить конкуренцию но пока по крайней мере слишком много недовольных высказываний именно со стороны участников и участниц ну а потом стихия совсем другого формата то есть в конце сезона напротив спринт-тур где люди вроде фаллы которая сошла после первого же спринта с этой многодневки чем тоже очень обидела своих соотечественников организаторов потому что не болезнь не травма и надо надо всегда что-то сочинять говорят спринтеры велогонщики когда сходят супер многодневок надо всегда выпустить от команды пресс-релиз что вот мол очень сильно нестерпимо зачесалась левая пятка и дальше ехать невозможно итак в первый день нового года нового 2020 вместе с вами евроспорт режиссер лидия коширенный комментатор сергей курдюков на старте в тоблоке тоблок настолько же сияющий снежин как и вчера и все те кто приехал сюда и гонки посмотреть и сами побегать или на лыжах покататься на горных и на сноубордах и так далее и так далее все не прогадали и то что мы сейчас наблюдаем является корнем успехов этого дуэта то есть вот его хаук и эсберг заняли соседние места и между ними исчезающий маленький был разрыв но в пользу его как вы помните это преследование по итогам предыдущие гонки точно так же как и следующее преследование финальное преследование перестает быть таковым а просто превращается в мастарт и эти модификации конечно кому то нравится но многие ключевые гонщицы критикуют так или иначе ну вот нам будет очень интересно посмотреть то что мы обычно посмотреть не можем ввиду того что в эту кухню нас не пускают то есть как вот на высотах эсберг и йо хаук единственный спарринг устойчивый в норвежской сборной потому что всех остальных молодых или изначально все-таки менее сильных не допускают потому что боятся что они сожгут себя пытаясь поддержать сумасшедший ритм терезы посмотрим посмотрим долго ли продержится эсберг но практически все гарантирует и в том числе и сама сдаст ссылаясь также на то что этот сезон началась начала поздновато что она додержится до конца 10 километровая гонка конечно стремительная конечно скоростная прекрасные снежные условия прекрасная работа сервисеров сегодня практически всем гарантированно в энку летела на дистанцию третий в 11 секундах закрыть этот просвет когда вот так вот бурно они включились практически нереально несмотря на то что она их прекрасно знает и она в лучших своих тренировках состоянии поддерживать темп его и в общем-то скажем так что это сезон возвращения и я об этом говорил неоднократно эбба андерсон тоже еще одна маленькая сенсация вместе с эсберг потому что у андерсон было было обострение колена обострение травмы колена хронической и она получила травму она падала но с другой стороны некоторые норвежки говорят что она хитрит и что она же ничего не выкладывала в соцсети никаких распухших колен не не своих слез не ничего в этой по этой теме и значит доказать не было значит бог его знает может она и не была травмирована может она просто такую стратегию подводки к тур дески и только к тур дески пропуская все кубковые этапы продемонстрировала всем но на что шведская спортсменка безусловно многострадальная из-за этого не раскрывшиеся потому что действительно травма наличествует действительно слабость коленного сустава наличествует и связки летят очень легко слава богу не кресты разлетаются все в щепки но все равно и ибо говорит что она в общем не обязана отчитываться каждом своем вдохе и выдохе соцсетях и тех самое тем самым она иронизирует и довольно неплохо организирует и ибо то что мы видим иной раз на инстаграме это просто ну я не знаю до колик смешно потому что действительно каждые пол взгляда 25 селфи в один день и так далее это какой-то бред просто сказать тут больше нечего астрид якобсан скооперировалась с непряевой они стартовали рядышком и 5 секунд между ними были это мало конечно же астрид хорошая классистка астрид прекрасно бегала классику на ранних стадиях своей карьеры и даже выиграл чемпионат этим способом передвижения в спринте правда и вот джесс деггенс и ее напарницы по команде которые идут второй волной выступают достаточно плотненько сплоченно и заняли соседние места предыдущей коньковой гонки 7 8 и 9 соответственно деггенс которая здесь на этом снегу и побеждала и первые большие успехи в таком формате приходили к ней именно то есть формате многодневки именно на снегу топлоха деггенс конечно же не совсем дотягивает до того уровня далее ушла бьерсон далее бреннанд стартовала хенинг лучшее из немок в предыдущие гонки стартовала 10 только 11 место заняла мастер десяти километровых раздела коньковым ходом шарлотты кала и она конечно не совсем на том уровне несмотря на то что с коммерческой точки зрения у нее сплошные успехи перед нынешним сезоном помнит помнит конечно тело и самое главное помнит мозги помнит нервы ох ты господи боже мой я говорил о том что конечно ничего нового сейчас эсберг не видит в исполнении терез йоха потому что очень часто такие же бескомпромиссные поединки у них и в рамках тренировочной работы как сейчас на соревнованиях но и вы видели этот сбой когда она пыталась пробраться по внутреннему радиусу демонстрировала в общем-то очень хорошее восхождение смотрим сейчас как катят лыжи лыжи в порядке у обеих эсберг пыталась сократить преимущество йоха в весе многие считают что именно из-за этого она была не допущена в результате мест комиссии имея индекс массы тела рискованно маленький и в общем-то не проходя элементарные медицинские требования но это то не было сказано так полунамек до проскакивала но открытым текстом это не произносилось поэтому какие еще могли быть сопутствующие медицинские проблемы сказать трудно в гору эсберг валит и валит очень здорово ну и так да даже когда вот они летом фотографировались и когда было во время кроссов во время имитаций периодически это как раз выше упомянутых социальных сетях появлялась довольно часто и было видно да что конечно эсберг по сравнению с той эсберг которая бомбила спринты несколько лет назад но и в основном именно спринты это практически другой человек это гонщица очень усушенная с такой почти мальчиковой мускулатурой и очевидных отличий между ней и ее хаук по крайней мере визуально не было заметно но это конечно всегда обманчиво конечно надо знать что говорят весы она тоже компактная гонщица и благодаря своему небольшому весу и небольшому росту она очень хорошо идет по бескомпромиссно горным дистанциям и мы видим сейчас что было было желание у тереза йога убежать совершенно очевидно она не добилась этого и более того в горах на подъемах точнее в горах то они так или иначе от начала и до конца сегодня на подъемах не сумела ничего страшного для своей соперницы продемонстрировать тереза йога это интересно пока по крайней мере на ранней стадии этой гонки абсолютный паритет здесь абсолютные паритеты во второй паре но с другой стороны когда говорил о своей тактике накануне победительница прошлогодней многодневки в отсутствии йогаук напоминаю озберг говорила о том что в принципе им надо убегать соперницы опасны им надо убегать растет андерсон надо убегать от андерсон поэтому тут и как всегда бодаловка вот эта дуэльная спарринговая и в то же время совпадение интересов по крайней мере на некотором отрезке это так ну и вот вторая пара где венг то ли быстрее и не тянет то ли некоторым образом выполняет командную установку не подвозя эбу андерсон к своим двум подругам по команде на отметке 4 и 6 14 секунд с небольшим было между двумя дуэтами напоминаем что это сокращение разрыва ну и собственно даже по кадру было видно что на одной горке они оказывались практически рядом но здесь по моему благодаря вот этой коллективной работе после вот всей этой сумасшедшей суматохи они все-таки вы видите давя друг на дружку подхлестывая друг дружку стали обе добавлять я имею ввиду и по моему вот здесь на выходе на стадион ситуация должна быть лучше причем 4 и 6 интересно почему это появилось потому что 3 и 3 на самом деле они сейчас проходят опять очередной глюк аппаратуры или из какой-то другой гонки это выпрыгнуло не знаю смотрим смотрим и напоминаем что в начале нет 11 секунд был разрыв в начале он вырос до 19 вырос и самое главное для российской болельщик аудитории что непряева подъезжает постепенно якобсен тоже не включается якобсен в основном идет пассажире и не думаю что она идет на абсолютном своем максимуме в принципе все начали без разведки дистанция короткая все начали достаточно безоглядно дальше американки под 50 секунд сейчас проигрывают при том что на старте у них было у дегинс полминуты у бьонсон 43 секунды в общем они как в общем практически все теряют примерно одно и то же время относительно этого дуэта параллельные лыжни обе качественные хороший утренний мороз сделал жесткую лыжню и подготовка трасс здесь вообще на высочайшем уровне всегда да сейчас мы говорим что действительно хорошо хорошо что это преследование не по общему зачету а по предыдущей гонке по крайней мере какое-то напряжение дополнительное за счет этого набежало но то что мы видим что на первых полутора километрах немножечко дали добавили а потом потом осели и сейчас разрывы стабилизировались но на более низком уровне андерсон отцепляет вент по крайней мере непосредственный контакт в этом тандеме нарушается с другой стороны примерно у непряевая примерно тот же просвет нельзя ни в коем случае закапываться нельзя бросаться в догонку безоглядно там потихоньку формируется уже и пилотон достаточно медленные американки предсказуемо для классического хода в принципе что они уязвимы букмекер винлайн предлагает всем новым игрокам фрибет 1000 на первую ставку фрибет 1000 от винлайн без депозита без от игрышей на любой коэффициент фрибет 1000 от винлайн безусловно твой этот дуэт образцово показателен но мы видим что не сдаются без боя все остальные есть конечно вещи которые однозначно выглядят со знаком минус как например то что калла продолжает продолжает и продолжает проигрывать экс-чемпионка этого тура не выглядит претенденткой на высокое место это было ясно в общем достаточно давно но его вы видели динамику динамику относительно лидеров разрыв все увеличивается увеличивается андерсон пытается сбежать на подиум пытается увеличить этот разрыв в горе которая продолжается и продолжается и в принципе эти подъемчики высасывают энергию да здесь не такие стенки ужасные как на альпе дичермис это понятно но все-таки именно вот эта работа на силовую выносливость эти длинные подъемы эти технические живописнейшие спуски на всем протяжении этих трасс от то благо до бьяко и до картины там внизу все это просто потрясающе выглядит когда настоящая зима когда есть снег проталины и тоже к сожалению иногда появляются сейчас но в целом их мало ну и там где очень очень густые ели там тоже не 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 добил просто снег местами не лег но трасса и около трассы все очень здорово три полноценных лыжни очень часто хочешь обгоняй если ты достаточно быстро такое ощущение что эба эба которая поняла что она от венг точно не дождется никакого взаимодействия никакой помощи эба чувствует себе силы когда эти девчонки выходят на крейсерский ход эти две пытаться что-то делать на середине дистанции в общем мы видим некоторое выравнивание сил единственное что венг все проседает и проседает непря его чувствует себя очень неплохо ну и мы видим что вот отвлеклась изменила ритм своей жизни я имею ввиду якобсон и хотя у нее есть вопросы и претензии в частности то что она осталась на клубном финансировании она многие вещи должна была делать за свои деньги и тем не менее все в целом возможно переключила ее голову возможно как-то эмоционально вытащила ее из этой матрицы некой и ей учитывая что она человек такой разнохарактерных интересов я это пошло на пользу что в целом упали объемы безусловно местами вот когда на 8 недель работала объемы вообще упали очень заметно по сравнению с предыдущими ударными сезонами но сколько раз мы наблюдали якобсон в кризисе то из-за травм то из-за болезней то есть каких-то потрясений личного характера сейчас все в общем получилось гладко в штатном режиме это однозначно лучше астрид якобсон за последние несколько сезонов в рамках кубка мира и для непря его она отличная напарница так вот они и продолжают уже на сей раз полноценно парой норвежка начинает включаться начинает выходить на держит этот темп тактика быстрого нокаутирующего старта была испробована и этим дуэтом яга плюс азберг и хайди вэнг вэнг понемножку начинает расплачиваться за это но с этим дуэтом все хорошо они держат свой ритм а тем временем неоднократно упомянутая позитивном ключе будущий профессиональный медик уже сейчас значительной степени подкованный медик а суд якобсон возглавляет группу погони и вот сейчас на отметке 6 и 6 мы посмотрим что мы имеем можно сказать так что якобсон разрыв стабилизировала практически полностью непря его поскольку была рядом и поскольку надвинулась на стартовом отрезке то соответственно она тоже должна сейчас без потерь фактически быть относительно этого дуэта но как сказать вот потому что это равнинка и небольшой пологий подъемчик небольшой по сравнению с другими может быть он и что-то отобрал у наталии лыжи работают прекрасно нет она в хорошем состоянии по-прежнему никаких кризисных явлений не видно и разрыв стабилен за дуэтом не дотянуться но между собой здесь разобраться стоит и event как классистка уязвима всем это хорошо известно в н сейчас просто местами не хватает мощи для того чтобы удержать свою территорию ибо андерсон рвется в этой гонке андерсон мечтает отыграться в общем зачете где она пока вне пьедестала почета напоминаю еще раз диспозицию в общем зачете потому что она не соответствует диспозиции на старте этой гонки йога выиграла 21 секунду непряевой 22 секунды у гейди 23 у асберг 2 34 у андерсон якобсон была в 43 секундах замыкала шестерку сильнейших и в общем то на этом заканчивался список претенденток на награды этого турдески вот если брать эту шестерку вопрос открыт о том кто будет второй кто будет третий с первым местом более-менее все таки все ясно хотя нельзя сказать что это неделя 21 секунда сокращение разрыва в том числе и за счет бонусов за спринт следующий спринт через несколько дней это спринт классический в вальдефьеме он будет разыгран посмотрим как там будет чувствовать себя йога потому что в этот раз она в отличие от многих конкуренток именно как генеральщиц все-таки под собралась и взяла хотя бы какие-то бонусы хотя она была ощутимо слабее непряевой и в итоге непряева перехватила как вы помните лидерство в общем зачете но здесь хитрить нечего здесь нужно уходить в отрыв эсберг рывется на подиум пока на предварительный подиум генеральной классификации андерсон делает то же самое якобсон также не потеряла свои шансы анна-мария лампич перед сегодняшним днем занимала седьмую позицию но преимущественно спринтер из славении которая поразила саму себя тем что сумела сдержать саму чемпионку мира и олимпийскую приму она уже конечно получила сполна больше чем ожидала ну и никто не предполагает что анна-мария которая не имеет вот этих горнятских характеристик что она может в общем зачете как-то высоко отметиться и в этой гонке лампич конечно теряет теряет по времени но что характерно вот на отметке 6 и 6 она возглавляет погоню она идет перед группой где также и хеннингде и тирилвен где кала держится штат лобер на своем уровне выступает единственная конкурентоспособная австрийская спортсменка на сегодняшний день теря за штат лобер и честно говоря после всех тех встрясок которые были на их домашнем чемпионате в прошлом сезоне это еще и очень хорошо это удивительно что она не исчезла где-то там в массовке соответственно и бьонсон и сунглинг и деггинс вот эта вся группа она идет всемиром они идут и не распадаются пока но я думаю что разберутся конечно здесь на рельефе я выходит на елочку но и ничего не происходит при этом в полном порядке несколько более свежая эсберг потому что йога бегает конечно с первого этапа кубка мира выкладывается накапливает усталость хотя паузы есть но все равно глядите вон она лампич в майке лучшего спринтера этих соревнований насколько она все-таки выше всех своих соседок по гонке постреливают немножко у нее лыжи в подъемах на решающем отрезке этих соревнований но все равно молодец то как она сражалась то как она защищала свою позицию несмотря на все свои изначальные но опять вы видите по внутреннему радиусу эсберг проходила но больше ей места оставила и даже вот так вот боковым зрением поглядела обладательница желтой майки чтобы снова не получилось столкновение не прямо уж так столкновение но сбой тем не менее был мини падение было эсберг но поскольку следующая группа здесь уже пошла такая закрытая борьба немножечко тактическая борьба вот в этой группе и не случайно венг который тоже дали перевести дух уж она повисала она могла вылететь но никто не додавил ее сейчас она оглядывается где следующая пачка не слишком ли близко венг там позади зря волнуется замыкая группу которую попеременно возглавляют якобсен непря его андерсон группа ее сестры далеко полутора минутах и разрыв только увеличивается очередную проверочку в гору устроила тереза йохак но не удивить не удивить эсберг ее спарринг напарницу такими движениями такими подхлёстываниями темпа эсберг была лишена во многом и летней соревновательной прикидочной деятельности эсберг сдерживали как могли эсберг пытались переписать тренировочные планы сделать их чуть-чуть помягче и потом в отчетах в дневниках видели что она все равно рвется она все равно пытается сделать больше она пытается понимает прекрасно что присутствие в главной многодневке присутствие грозное йохак практически непобедимый требует чего-то совершенно невероятного и она это невероятное то и дело стремилась сделать перегружаясь ища пути стать практически такой же как йохак и вот сейчас когда именно они стартовали синхронно и на усталости плюс видно насколько все-таки качественная была сделана работа и насколько неплохо то что эсберг придержали что не пустили на первые этапы и заставили буквально прийти в себя хвалят подгоняльщики из команды наталью непря его и за темп и за технику я думаю тоже смело она проходит связку этих довольно быстрых поворотов возглавляя группу преследовательниц и вы видели когда они из елок выходили на открытое пространство в общем-то визуальный контакт был неплохой разрыв после половины дистанции практически не меняется наталья непряева демонстрирует классикой тот же темп который демонстрирует вот эти две почти непобедимых норвежки ну и конечно вот этот волнообразный характер трассы он больше подходит натальи сейчас опять выходят они вот слева там то плоскогорье высится любимая бьерндаллановская просто плоскогорье где они сидели с бергером а иногда и в одиночку король биатлона сидел на высотных сборах более двух тысяч там отметка какой темп демонстрирует наталья в этот лоб в этот торчок отвечает астрид якобсен с бою якобсен пыталась она менять лыжню и нарвалась на шведку финишный отрезок так или иначе призовые места и призовые фонды это все тоже интересно а не только общий зачет и мы видим что асберг выигрывает выигрывает спринту йо-хау как спринтер изначально она сильнее и ранее было вообще много сильнее вот она расплатилась сейчас за все те спарринги где ее хаук ее мучила непряева выходит из этой группы как жаль что здесь нет бонификационных секунд но все же включается гэдди вэнк этого можно было ожидать и сейчас не знаю фото финиш раздосадована и немножко зло оглядывается непряева откуда ж ты взялась в общем все было сделано как надо и ты вроде бы плыла ты вроде бы была не очень хорошем состоянии он все-таки воскресла нет я якобсен здесь не на подиуме я думаю но посмотрим у вэнг тоже есть вот этот характер преодолеть кризисы и выйти все таки на спринт хотя в принципе как спринтер как чистый спринтер на коротких спринтах она явно не та сила которой нужно опасаться следующая группа были всемиром одну потеряли большой пачкой финиширует и вот еще раз видите перетерпела лампич вышла на участок где ее силовые возможности были востребованы и очень достойно защищалась заняв весьма почетное для своей специализации седьмое место шарлота калла лишь замыкает десятку сильнейших финиш дегенс только 14 результат и если вчерашний даже нельзя считать триумфальным ее старт на любимейшем снегу тоблако то сегодняшний тем более следующая пара достойно сопротивлялась кирпиченко сражаясь низкой на которая в принципе изначально является очень неплохой классисткой за место среди 15 сильнейших на сегодняшнем этапе ну и теперь соответственно конечно нужен будет перерасчет и мы увидим какова ситуация в общем зачете тур дески виктория карл на сей раз не слишком хороша и финиширует далековато для своих амбиций и для места занимаемого в общем зачете которая сейчас под угрозой скорее всего она опустится была 12 перед сегодняшним стартом в минуте 45 была от терезы йохок стартовый протокол сегодняшних соревнований продолжал редеть и состоял из 51 участниц и только сейчас замаячили ла дзурре три участницы сборной италии принимают сегодняшний старт ванненграф тоже мини травма у нее которую она лечит на ходу и конечно не может к сожалению показать свой максимум комарелла лучшая из итальянок тридцатки по крайней мере ну традиционно конечно же ребяти у дуркина они должны были несколько добавить они находятся в общем и целом на своей территории виде 45 место имела на старте вошла в 35 в ческардоне и много слабее ожидаемого выступает сейчас ну и дальше дальше вы видите разрывы разрывы уже космические несмотря на присутствие волны в стартовом протоколе все равно все далеко самое интересное это каковы будут исходные на следующий вид программы причем спринт тоже поставлен так чтобы аритмию вносить перед длинной гонкой в гору относительно длинный по времени все таки это усилие отнюдь не марафонская но силовая выносливость там выходит на первый план конечно же энергообеспечение организма работа сердечно-сосудистой системы все таки самым тяжелым испытанием остается и может быть даже и в большей степени становится final climb подъем на горнолыжную красную трассу олимпия в альпе дичермис это именно именно вот это вот жесточайшая пытка даже когда есть какие-то разрывы когда преследование можно как-то построить гонку от себя от своих предпочтений минимизировать свои потери если все понеслись лавиной и если ты начнешь что-то выстраивать и потеряешь контакт сразу то ты проиграешь гораздо больше чем проиграл бы если бы ушел преследование обычное бегали недолго но все-таки определенное продолжительное время и добегались до трех норвежек на пьедестале почета подрезала все-таки айди ванг в конце наталью непря его на одну десятую долю секунды фотофиниш это подтвердил при в общем очень удачные очень достойные гонки это единственная такая ложечка дегтя для лидера российской команды ну и немножко мне обидно для за трудягу якобсен которая выглядела очень очень хорошо в целом но потеряла резкость под конец факторы вот при таком равенстве сил факторы мельчайшие могут сыграть роль и многие погружаются в глубины анализа самоанализа вспоминая где они потеряли где они не добрали из-за того что у них вот здесь чуть-чуть до не получилось ну перед мужской гонкой мы уже будем конечно знать что там с общим зачетом старт мужской пятнашки в таком же точно формате запланирован чуть более чем через 45 минут мы немножечко переведем дух и потом снова на трассу тоблоха и и Субтитры сделал DimaTorzok